Говорили на районном родительском собрании о таком пагубном увлечении современных подростков, как снюсы – жевательные никотиносодержащие смеси. Эпидемия их употребления докатилась и до Славянского района. Снюсы – это сосательные и жевательные смеси с убойной дозой никотина. В одной такой подушечке никотина столько же, сколько в трех пачках сигарет. Через слизистые рта никотин моментально всасывается в кровь, вызывая сильнейшее отравление организма и даже гибель ребенка. Такие случаи уже зафиксированы в нашей стране. Снюсы гораздо опаснее табака. И никотина в них содержится в десятки раз больше, чем в обычной сигарете. И употребляют в основном их подростки и дети, это не секрет. Независимость формируется практически мгновенно. Кроме того, снюсы опасны отравлениями. Никотин быстро всасывается, очень быстро попадает в кровь. И в особенности ребенок получает тяжелые отравления. В соцсетях и мессенджерах проводилась настоящая пропаганда снюса, как безопасной и безвредной альтернативе сигаретам. В молодежной среде это модное, в кавычках, увлечение быстро распространилось. Подростки повально, в том числе и в нашем районе, стали употреблять этот опасный препарат. Уже на данный момент мы фиксируем случаи отравления наших школьников от употребления так называемых снюсов, этих жевательных табаков, смесей, на банках которых не написано, что там табак. Но это достигается, эти все отравления, получается, за счет того, что в этой продукции находится огромное количество никотина. С данной проблемой, в принципе, на территории района столкнулось уже на нас большинство школ. То есть говорить о каком-то единичном случае в одном образовательном учреждении не приходится. Эта проблема носит массовый характер. И поэтому наша задача в данный момент, уже организованная работа, принять все необходимые меры по решению этой проблемы. Защитить от таких опасных смесей должен был закон от 2015 года. О запрете сосательного табака. Но производители быстро нашли лазейку. Снюс превратился в жевательный, а табак позже заменили синтетическим никотином. И стали совершенно легально продавать в магазинах. Основной покупатель таких ядовитых баночек – подростки от 12 до 16 лет. Как только в адрес нашего управления поступила информация о появлении в розничной продаже подобной продукции, так называемых жевательных смесей, снюсов, нами сразу был проведен мониторинг всех торговых объектов, которые потенциально могли эту продукцию реализовывать. С теми торговыми объектами, где мы выявляем данную продукцию, мы проводим сегодня разъяснительную беседу и призываем руководителей торговых объектов, а также продавцов воздержаться от закупки и реализации такой продукции. Потому что уже на сегодня мы точно знаем, что в Госдуму внесен законопроект, который вносит изменения в 15-й федеральный закон. И согласно данным изменениям, в скором времени данная продукция будет запрещена к розничной и оптовой продаже на территории нашей страны. В связи с массовым распространением снюсов среди школьников в районной администрации было проведено совещание с директорами школ и руководителями предприятий торговли, на котором обсудили существующую проблему и меры по ее решению. Снюс – это общее название, но они уже настолько разошлись по вариантам изготовления, что сейчас, конечно, это уже в основном тревогу. Мы бьем не только по табакосодержащим, которые подкладывают под руку, но и обычной леденце, обычный мармелад, который продается с высоким содержанием никотина. То есть мы сейчас говорим о никотиносодержащих вещах. То есть целлюлоза, пропитанная никотином – это один из ингредиентов, который входит в состав вот этих вот препаратов. Практика показывает, что ситуация очень серьезная. И в наших школах уже мы обнаруживаем массу способов, как пронести это все, употребить, поделиться со своими друзьями, коллегами. Если мы сейчас на первом этапе поставим заслон непосредственно, вот мы с вами как предприниматели и директора школ поставим заслон на продаже несовершеннолетним, тогда у нас останется более уже другая категория, с которой мы будем работать по линии и отдела внутренних дел. Пока закон о запрете продажи никотиносодержащей продукции рассматривается в Государственной Думе, сейчас важно всем – предпринимателям, школам и родителям – объединиться, чтобы совместными усилиями противостоять распространению снюсов в молодежной среде. В администрации района создан телефон горячей линии 8-918-45-555-53, на которой можно сообщить обо всех фактах употребления или продажи несовершеннолетним никотиносодержащей продукции. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».